Здравствуйте, Мостар Хабылыч. Я Карибаев Шаден, инвалид первой группы по зрению. Сегодня вновь хочу обратиться к вам с просьбой опубликовать мое обращение к казахстанцам. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Я сегодня вновь обращаюсь к вам и хочу рассказать о схемах хищения в госзакупках общественными объединениями неунывающих инвалидов и общества слепых. Прежде я хотел бы ответить на несколько вопросов, которые прозвучали в комментариях по прошлым передачам. Первый вопрос был такой. Почему я на казахском языке не делаю обращения? Да, я, конечно, делал бы это с удовольствием на своем родном языке, но, к сожалению, я учился в спецшколе-интернат для слепых детей, поэтому обучение там было на русском языке. И мне на казахском языке обращение делать трудно, так как я владею только бытовым языком. Второй вопрос был такого рода. Почему я обращаюсь к правительству и к руководству Казахстана и к гражданам Казахстана через Париж, а не напрямую внутри страны? Я на это могу ответить. Мы в течение трех-четырех лет обращались с различными жалобами и обращениями, начиная с президента, генеральной прокуратуры и всех министров там, силовых структур, и ни разу не получили нормальной реакции. Почему? Я могу объяснить. Дело в том, что наши обращения доходят только на уровне заместителей заведующих канцелярий, которые потом переправляют в различные ведомства, те и еще в другие ведомства. В конечном итоге нам следователи отвечают, чтобы начать досудебное расследование, нужен аудитовский акт. Затем переправляют нашу жалобу в госаудит. Внутренний госаудит отвечает, что мы проверяем только государственные организации. Общественные объединения являются негосударственными объектами, поэтому мы их проверять не имеем права. Хотя в первой же статье о государственном аудите, пункте 7, прямо сказано, что все организации, которые участвуют в госзакупках, независимо от формы собственности, являются объектами проверок внутренним госаудитом. Но тем не менее, после такого ответа они находят новый ответ по подсказке именно руководителей наших общественных объединений. Они говорят, есть статья 5 Конституции Республики Казахстан, которая прямо говорит, что общественные объединения не имеют права вмешиваться в дела государства, а государство не имеет права вмешиваться в дела общественных объединений. и Конституционный закон, он выше, чем закон о косаудите. И ссылаясь на эту спятую статью Конституции, вновь отказываются проверять. Тогда мы говорим, хорошо, вы общественное объединение не проверяете, вы же можете проверить заказчика в государственное учреждение, а потом сделать встречную проверку. И в этом случае они все равно отказываются проверять. И получается воровство узаконено в Конституции. Хотя это не так. Дело в том, что допуская госзакупкам общественное объединение, государство уже вмешалось в дела общественного объединения. А общественное объединение, осваивая госзакупки, уже вмешивается в государственные дела. Поэтому такая ссылка на эту статью Конституции неправомерная. Это просто находит причину, лишь бы не делать проверок. Я сегодня хочу рассказать о схемах хищений, особенно в казахском обществе слепых. Поэтому хотел бы сказать следующее. В казахском обществе слепых есть 29 предприятий в форме ТОООООООООООООООООООООООЭ И семьи и 57 корпоративных фондов. Таким образом все эти организации участвуют в госзакупках. И с каждого договора по этим госзакупкам Руководство, вернее, Наурсбаев снимает 8% от объема договора госзакупа, перечисляя их в казахское общество слепых. И эти 8% снимают еще, когда договор еще не вступил в исполнение. Это узаконенное воровство государственных денег сразу же после перечисления. Я представляю, что 8% еще неофициально передается именно руководству казахского общества слепых от тех, кто осваивает эти госзакупки. А зачастую в госзакупке осваивают сторонние бизнесмены, а не наши предприятия или корпоративные фонды. Получается, в целом, не приступая к исполнению госзакупов, 16% уже воруются. Следующая схема воровства, она еще страшнее. К примеру, есть такая программа, как поставка спецсредств для инвалидов. Таким спецсредством является, допустим, поставка ноутбуков с озвучиванной программой. Здесь эти ноутбуки в розницу стоят 65 тысяч. А если оптовую цену взять, то они вообще будут стоить 45 тысяч. Но эти ноутбуки поставляются по 650-750 тысяч тенге. Ну, какая разница, вы видите, как здорово только на этих ноутбуках зарабатывать. Есть еще одна схема хищений. Так же, как спецсредства, поставляются читающие книги. Я не знаю, по какой цене они приобретаются, но поставляются по цене также 650-750 тысяч тенге. Затем, когда эти читающие книги получили инвалиды, инвалиды, кто попользовался, кто вообще не пользовался этой читающей книгой, они думают, зачем мне эта машина? Если кто-то купил, я бы продал. И получается, опять наши руководители общественных объединений инвалидных начинают скупать эти читающие машины. И скупают по цене от 30 тысяч до 70 тысяч тенге, кто как сумеет продать. И опять, скупая сотнями таких машин, читающих, вновь их поставляют по цене 650-750 тысяч тенге. Конкретно, если привести пример, то какая-то павлодарская инвалидная организация такую поставку осуществила в город Казаларду, Государственному коммунальному учреждению социальной защиты города Казаларды. Здесь, получается, разница еще выше. Если от 30 до 70 тысяч, в среднем 50 тысяч, а продают по 750 тысяч, во сколько крат завышают, и при том, уже разданное, вновь собирая, опять раздают. Вот такая схема хищений идет в госзакупках. Представляете, какие это огромные цифры? Если еще учесть, что все наши эти предприятия и корпоративные фонды заключают в год по несколько договоров, а некоторые десятки договоров в год заключают. Это миллиардные суммы хищений. Вот так вот осуществляется госзакупка, и такими масштабами воруются государственные деньги. Я вам привел только часть примеров. Вот все так же происходит по всем остальным госзакупкам. Допустим, поставку слуховых аппаратов, инвалидных колясок или же памперсов. Или есть программа инвотокси, завышается реальная услуга в 2, 9, 3 раза. Есть такая программа индивидуальные помощники инвалидов. Вот эта программа самая нужна для самих инвалидов. Потому что без инвалидного помощника инвалид первой группы себя реализовать не может. И вот здесь тоже умудряются... К примеру, есть случаи, когда с 2009 года подоходный налог с этих услуг не изымается. Ну, наши инвалидные организации подоходный налог изымали, но не перечисляли в бюджет. Они оставляли у себя. И эти суммы тоже выливаются в сотни миллионов тенге. Городская прокуратура города Алматы сделала представление по нашей жалобе и обязала их вернуть, эти незаконно удержанные, за 5 лет. До сих пор еще только половину денег вернули, половина еще так и не возвращена. И здесь очень странная ситуация еще такая, что по этим, по этой соцпрограмме занижают... Там ведется двойная бухгалтерия. Вообще по всем программам идет двойная бухгалтерия. Получают оплату за 8 часов. А во многих, особенно на периферии, особенно в южных областях, в некоторых местах оплату делают за 3 часа, за 4 часа. Ну, по отчетам идет 8 часов. Деньги получают по 8. А выплату делают за 3, за 4 часа, за 5 часов. И разница опять выливается сотни миллионов. Вот так даже с индивидуальных помощников воруют деньги. Другое воровство с этих индивидуальных помощников. Они что делают? Если за час оплаты, допустим, 358 тенге, в некоторых местах платят 340, где-то 240 тенге. То есть, опять двойная бухгалтерия оплата получают они с учреждения по 358, а выплачивают по 240. Разница тоже набегает сотни миллионов тенге. Вот таким способом производится у нас в нашей стране госзакупка под социальным программам и вот в таких масштабах ворудуется. Поэтому, уважаемые казахстанцы, я хочу сказать, что в следующий раз я уже буду говорить о своих политических взглядах на эту тему. А пока спасибо вам за то, что меня выслушали. Ставьте лайки, делайте комментарии и ждите моих следующих обращений. Спасибо. Спасибо. Спасибо.